26 августа 2019 года. Две недели с момента начала продаж Amazfit Watch Health. Я уже полтора года фанат Amazfit и на вчерашнем стриме эти часы у меня окирпичились. Сегодня с утра они ни с того ни с сего снова заработали, а к вечеру опять окирпичились. Хорошо, что я успел снять на них обзор. Но даже если бы они выжили после стандартного обновления, мой вывод о них был бы тем же. Тьюб 291 Всем привет вы на канале польза нет и сегодня я расскажу вам как всегда кратко быстро и ёмко об умных часах Amazfit Health Watch, которые некоторые называют часами Amazfit Bip 2, из за их схожести с первыми бипами. И они и правда безумно похожи. А теперь 10 основных фактов об этом устройстве в ультра быстром обзоре и обязательно досмотрите, а то вдруг решите их купить. Первая упаковочка как вы заметили просто топ. И это как всегда крайне приятно. Можно и на полочку потом поставить. Пусть красуется. Второе. Цена бодрее всех бодрых. А именно 122 доллара сша. Я бы сказал, что для функционала данного устройства это просто беспредел. Третье. По форме часы копия Amazfit Bip. Только слегка более пузатые. Размеры 42 мм на 35 на 12,5 мм. Вес 25 грамм без ремешка. Ремешок часов слегка изменён относительно первой серии. Но длина и материал такой же. А именно 245 мм на 20 мм в ширину. Регулируемая длина также 78 мм. Четвёртое. Блютус версии 5.0. Возможности подключения датчиков нет. Загрузки музыки и подключения наушников нет. Кастомных вотчфейсов также как каких-то других программ, которые видят эти часы, кроме Amazfit Health тоже нет. Пятое. Есть пульсомер ППГ. Пульс считает перманентно, согласно тонометра, удар в удар. Пульсомер, как вы видите, довольно интересный с двумя контактными лазерами. Часы по нему могут теоретически определить аритмию. И сразу спойлер. На всех данных об измерениях в рекламе на сайте есть звёздочки с ссылками, что все показания, снимаемые часами, являются примерными, а не медицинскими. Кстати, кто не подписан, подписываемся на канале Стабильно Конкурс в розыгрыше фитнес-браслет Mi Band 4. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше достаточно подписки, лайка, коммента и колокольчика. И раз в две недели вы автоматически участник. Полные условия ещё раз в описании к видео. Шестое. GPS модуля нет. Трек отслеживать не могут. Шестиосевой акселерометр в наличии. Но для плавания они не пригодятся. Во-первых, в них плавать нельзя. Во-вторых, грибки они не считают. Функция вызова помощи при внезапном падении, а именно это является их особой фишкой. Если с вами что-то случится, часы через протокол NB-IoT должны вызвать помощь. Точно не будут работать в странах СНГ. И даже вместе с этим есть пометка, что функция эта может не сработать. И производитель здесь будет не виноват. Кстати. В часах в принципе отсутствует подсчёт функции активности. То есть никаких режимов отслеживания бегов, катания на велосипеде, либо хотя бы просто тренировок в них нет. И я не думаю, что появится. Седьмое. Экран трансфликтивный, как и у первых бипов. Да, это значит, что на солнце видно будет лучше, чем в помещении. И конечно же всегда данные always on display. На стандартном watch face показывается время, количество шагов и ваш пульс. Сам экран 1,28 дюйма, 176 на 176 точек. С такими же рамками, как и у первых эмисфит бип. Материал корпуса – поликарбонат и нержавеющая сталь. Для снятия кг достаточно надеть часы, активировать функцию, а второй рукой прижать металлическую часть обода экрана часов к руке, подождать минутку и в это время наслаждаться пилой. Её у вас будут анализировать часы прямо на месте. Насколько подробно и кто именно зависит от того, какой фрипас вы купите. То есть, после выгрузки в программу ваших данных, ваши экг могут проверять врачи из вот этой вот программы. Но это не подробный обзор, да и это не особо важно. Вы ведь понимаете, что показания даже по заявлению самого производителя являются примерными. Восьмое. Часы в меню умеют снимать ваши экг за 60 секунд, считать пульс постоянно, подсчитывать ваши шаги, регулировать свою яркость и вибро, перезагружаться и искать телефон. Принимают уведомления от тех программ, что вы выбираете, могут быть будильником, но динамика в них нет. Обладают функцией поиска телефона и с них нельзя отклонять вызов. На данный момент информации, кто звонит, на них не выводится. При этом вибро на звонке работает исправно. Единственное, вы можете на самих часах во время звонка отключить вибро. Как только вы увидите, что вам звонят. Опять же, кто звонит, вы не увидите. Будильник на вибро просто атомный. Но умного будильника на данный момент нет. Девятое. На данный момент работают часы только с программой Amazfit Health. В доступе я её нашёл только на сайте 4pda, либо можно скачать её с китайского плеймаркета. На iOS программа тоже есть, но только в китайском магазине. Сама программа почти полностью на английском языке. У часов английской версии на данный момент нет. Всё на китайском языке. Соединение стандартно через QR-код. В саму программу вы можете поместить всю информацию о своём здоровье, начиная от антропометрии, заканчивая хроническими заболеваниями, вредными привычками и другими недугами, включая аллергии. Сообщения из мессенджеров приходят на русском языке, но из какого мессенджера вы не узнаете. Там просто будет написано, что вам пришло сообщение из программы. Десятое. Защита от пыли и влаги в часах IP67. Как пишет производитель с ними даже в душ можно. Но я бы не рисковал. Хотя мои попытки утопления этих часов успехом и не увенчались. Но смысла в большей защите нет. Потому что я повторяюсь. Часы никаким образом не считают никакую активность, уж тем более плавание. Никакие вам грибки, расстояние, калории, время, скорость и подобное. Шаги часы в транспорте не считают. Это значительный плюс. Те же MOSFIT GTR недавно считали у меня шаги в электричке даже очень бодро. Автономность устройства чуть больше 7 суток. Резюмирую я сегодня тем, что во всяком случае те русские врачи с которыми я общался по поводу снятия ЭКГ с помощью данного прибора, отнеслись к данной технологии крайне скептически. Для меня наиболее странными были сноски в рекламе, что производитель допускает возможность не срабатывания часов в случае внезапного падения владельца для вызова помощи. И не важно, что в наших странах это работать в принципе не будет. И ещё менее приятное указание на то, что данные не являются медицинскими. Как игрушка – продукт бесполезен. Как медицинский прибор тем более. Если вы фанат – для коллекции можете купить по ссылке в описании. И не забываем подписываться на канал. Раз в две недели за лайк, колокольчик и любой коммент вы можете выиграть один из фитнес браслетов ми бэнд 4. Полные условия в описании к видео. Следующий обзор будет либо на краткое сравнение этих часов с первыми бипами или ещё одни китайские часы. Пишите на что снять обзор в начале. На канале матан нет. Спасибо за просмотр. Девайсу да или нет польза нет даст ответ. Добра и удачи вам дорогие друзья.